Всем привет! Меня зовут Геннадий Корнеев. Я занимаюсь изучением национальной истории, традиций, обычаев и культуры. Сегодня я расскажу вам уже в видеоформате о том, что общего между калмыцким историком и учеником Будды. Давно хотел написать об этом, да, время свободное не выдавалось. Думаю, что сейчас самый момент сделать это, дабы не забылось и не стерлось из памяти. А если будет интересно, пишите в комментариях, можно будет продолжить публикации такого рода. Благо материала по этому вопросу тоже накопилось за долгие годы немало. Одного из основоположенников калмыцкой археологии, этнологии и историографии, профессора Уруджура Ирниевича Ирниева знают все, кому интересно прошлое нашего народа. Его книга «Калмыки» выдержала несколько переизданий и до сегодняшнего дня остается одной из самых важных работ для ученых и любителей истории и культуры калмыков. В книге своей Ирниев описывает и буддизм у калмыков, но мало как того требовала советская эпоха, в которой для религии место не отводилось. А об учениках Будды там вообще не упоминается. Так как же может быть связан Уруджур Ирниев с одним из учеников Будды Шакьямуни? Одним из основных учеников Будды является Су Бути. Он главный участник диалога в чрезвычайно популярном у калмыков сутре Дорджи Джо 2. Су значит «благое», а Бути — сложенный или составленный, соединенный. Раз дали ему такое имя, наверняка он был, ладно, скройный мужчиной. Хотя это всего лишь догадки. А на тибетский язык имя Су Бути было дословно переведено с санскрита как Рабджор с аналогичным переводом на русский. Когда наши предки познакомились с буддизмом, то стали давать тибетские имена своим детям. Считалось, что они являются священными, защищают от злых духов. Имя Рабджор, которое у нас превратилось в Арабджур, это был племянник Аюки Ханны, и Урубджур, людей с производной от этого имени и фамилии очень много. Именно имя объединяет Урубджура Ирниева с Субути учеником Шакьямуни. Кто знает, может быть, не приди советская власть, Урубджур Ирниев мог бы прославить свое имя на духовной ниве, написав фундаментальные работы не только по истории, но и по религии. Но как бы то ни было, для нас он навсегда останется величайшим авторитетом. Субтитры создавал DimaTorzok